С момента обнаружения в 2003 году на острове Флорис останков карликовых гоминидов, человека флоресского или хоббитов в пещере Лианг-Буа, прозванных так из-за их маленького роста, накопилось немало вопросов, кто эти гоминиды, как они эволюционировали, откуда пришли и с какими известными видами они связаны, включая и современного человека, учитывая тот факт, что на данный момент все попытки выделить ДНК провалились. Остров Флорис был заселён в разные времена, включая более древние, чем возраст хоббитов. Археологические доказательства заселения острова гоминидами имеются от 1 млн лет назад, при возрасте человека флоресского от 100 до 60 тыс. лет. В 2014 году в другом месте острова, Мата-Менге, были найдены фрагмент нижней челюсти и шесть изолированных зубов возрастом около 700 тыс. лет, сходных по размеру и морфологическим характеристикам с человеком флоресским. При этом некоторые находки свидетельствуют о появлении на острове чуть менее 50 тыс. лет назад человека разумного, что натолкнуло некоторых учёных на мысль об истреблении древних карликовых жителей пришедшими сапиенцами. Всё это добавило загадок к идентификации древних останков жителей. Помимо этого, на острове сейчас проживает популяция относительно небольшого роста около 145 см в деревне Рампасаса, представителей которой часто называют пигмеями. В новом исследовании учёные решили выяснить, есть ли в современных жителях острова Флорес примеси неизвестных архаичных людей, помимо неандертальцев и денисовцев. Раз уж ДНК выделить пока не удалось, а также узнать какие факторы повлияли на их небольшой рост. Островная часть Юго-Восточной Азии представляет собой очень интересный регион для изучения эволюции и взаимодействия гоминидов. Здесь проживало несколько вымерших видов древних людей, а нынешние жители несут в своих генах неандертальскую и денисовскую родословную. Археологические данные указывают на присутствие человека прямоходящего Homo erectus на Яве от 1 миллиона 500 до 1 миллиона 700 лет назад, который возможно дожил до 143-53 тыс. лет назад. Последние датировки до сих пор распариваются. А на острове Сулавесе отмечено присутствие человека разумного Homo sapiens от 40 тыс. лет назад и следы более древних жителей от 200 тыс. лет назад. Кроме того, больше всего денисовской родословной в этом регионе встречается у жителей, живущих к востоку от линии Уолеса. Это условная граница между австралийской и азиатской фауной, представляющая собой древнее глубоководное разделение земель. Линия пролегает между островами Калимонтан и Сулавесе, Бали и Ламбок, а остров Флорис расположен в 400 км к востоку от этой линии. Согласно данным ДНК-анализа, большая часть генетических вариаций современных групп из островной части Юго-Восточной Азии проистекает из австронизийской экспансии или миграции из материковой Азии от 4 до 3000 лет назад. Однако остаётся неясным, как отбор и примесь с архаичными гоминидами в некоторых отдалённых островных группах могут быть связаны с этим расширением и современными популяциями в регионе. Исследователи собрали образцы ДНК от 32 взрослых людей из деревни Рампасаса, средний рост 145 см, и генерировали данные генотипа для 2,5 млн однонуклеативных полиморфизмов. После применения метода главных компонентов популяция острова Флорис оказалась в непосредственной близости от групп из Восточной Азии и островной части Юго-Восточной Азии. А после примесей большая часть родословной в пигмеях Флориса была связана с Восточной Азией и в меньшей степени с жителями Новой Гвинеи и другими островными обитателями. Только 23,2% родословной пигмеев острова Флорис связаны с популяциями в Новой Гвинеи. Эти результаты, наряду с множественными выводами об эффективном размере популяции, времени расхождения, анализе имбридинга, вариации митохондриальной ДНК и Y-хромосомы указывают на то, что родословная пигмея Флорис отслеживается от предковых популяций ближней части океании, включая меланезию, архипелаг Бисмарка и Соломоновые острова, учитывая также недавние примеси с популяциями восточноазиатских предков. Помимо этого, покопавшись в геноме, учёные обнаружили белки десатуразы жирных кислот FIDS-1 и FIDS-2. Примечательно, что FIDS зафиксирован в популяциях инуитов Гренландии, потенциально как ответ на климат и морскую диету, богатую омега-3 жирными кислотами. Чтобы было лучше сопоставить следующие данные о примеси неандертальцев и денисовцев, стоит привести пример. У человека разумного около трёх миллиардов пар оснований или нуклеотидов в геноме, у лука 16 миллиардов, а у мухи 120 миллионов. Но это не значит, что весь этот объём используется и лук сложнее человека. Среднее количество неандертальской последовательности на каждого пигмея острова Флорис FIDS составляет 47,5 миллионов пар оснований, что является промежуточным между восточными азиатами 54,5 и меланезийцами 40,2 миллионов пар оснований. А вот среднее количество последовательности денисовского человека было меньше, чем у меланезийцев 32 миллиона пар оснований. Это свидетельствует о том, что источник геномов денисовцев был локализован к востоку от линии Уоллиса. А денисовская родословная была разбавлена у флоресцев последующими примесями из азиатских популяций, либо вообще не несущих денисовской родословной, либо крайне меньшую её часть, чем до смешения было у флоресцев. Уменьшение размера тела является одним из наиболее известных ответов на островные среды обитания и широко распространено среди таксонов млекопитающих. В данном случае примеры острова Флорес включают современных людей из деревни Рампасаса, человека флоресского и карликовых стегодонов, вымерших 12 тысяч лет назад, которые были схожи по размеру с буйволами. Но не стоит забывать, что и возможность разного рода заболеваний могла привести хоббитов к такому росту. А подытожить всё это можно тем, что в новой работе учёные не нашли в карликовых популяциях острова Флорес никаких доказательств для потока генов от других архаичных гоминидов. Скорее всего эти люди не являются потомками флоресских людей. Также новые данные добавляют информации о сложных демографических изменениях и адаптациях людей к островной жизни, включая и белки десатуразы жирных кислот, и свидетельствуют, что карликовость возникла независимо минимум в двух отдельных линиях гоминидов на острове Флорес в Индонезии. Ну а мы будем и дальше следить за ситуацией в этой области науки. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, не забывайте подписываться на канал.